Юноармейцы 11-й и 19-й гимназий Черкесска в одном строю. Их объединило торжественное мероприятие, ставшее одновременно уроком патриотизма и истории. Учащиеся кадетского класса 11-й гимназии передают своим сверстникам драгоценное полотнище, как символ беспримерного подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Знамя Победы представляет собой точную копию флага 150-й Идритской стрелковой дивизии. В мае 1945 года красноармейцы Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили флаг Победы на здании поверженного Рейхстага в Берлине. С тех пор, вот уже 78 лет, о символе Победы в самой кровопролитной войне 20-го века знает каждый российский школьник. Знаменосцы встречают в фойе школы. Среди почетных гостей церемонии представители Совета ветеранов города Черкесска. О том, какой ценой досталась победа, ребятам напомнили офицеры запаса. Они, как никто другой, понимают важность правильного воспитания подрастающего поколения. Наши отцы и деды, чтобы сегодня вы могли держать это знамя, отдали свои жизни, чтобы мы жили прекрасно, красиво, чтобы мы могли учиться. Сегодня ваша главная задача, ваш фронт – это школа, это хорошая учеба, это вы – будущее нашей страны. Поэтому должны знать и учиться так, чтобы наша страна гордилась вами. Научить детей по-настоящему любить Родину – пожалуй, одна из главных задач, которая стоит сегодня перед старшим поколением. Но как воспитать патриота? Этот вопрос волнует сегодня не только педагогов Черкесска, но и все российское общество. Практически в каждом общеобразовательном учреждении страны ведется активная патриотическая работа. Имеются тематические уголки, разработан целый цикл мероприятий. 19-я гимназия Черкесска – не исключение. Почти полторы тысячи ее учащихся – постоянные участники всевозможных акций и не только в преддверии праздника Великой Победы. У нас в течение года запланировано и проводится очень много мероприятий патриотической направленности. Мы пишем различные исторические диктанты. Вот в преддверии месяца патриотизма у нас прошел патриотический диктант по истории города Черкесска. И у нас сейчас на повестке дня стоит более точное, более подробное изучение книги Михайлова «160 дней по немецкому времени». Там описан именно период оккупации города Черкесска, какие события происходили в то время, на каких улицах шли решающие бои. Ребятам рассказали об истории Знамени Победы, о мужестве и стойкости нашего народа в тяжелое военное время. Звучали стихи и песни военных лет. Память солдат, защитивших наше Отечество ценой собственной жизни, почтили минутой молчания. Память о героях должна жить и передаваться из поколения в поколение. Поэтому присутствие на церемонии ветеранов придавало событию еще большую значимость. Но самое главное, чтобы современные российские школьники не стали жертвами попыток переписать историю. Они должны отчетливо понимать, им есть кем гордиться, и что именно их дедам и прадедам принадлежит решающая роль в том, что фашизм был повержен. Об этом всему миру и возвестило 78 лет назад Знамя Великой Победы. Каждый год мы 9 мая отмечаем День Победы, знаменательный день для всей нашей страны. Потому что в этот день погибли, чтобы добиться этой победы, погибли наши прадеды, деды. И ради нее они делали все. И мы должны гордиться этим. Армида Кишмахова, Михаил Каракелян. Итоги недели.